Вокруг всей этой истерии о поступке Соколова мы пропустили много интересных дел. Ну, вот такие резонансные дела всегда отвлекают людей от чего-то важного. Кстати, тем, кто по-прежнему будет пытаться и здесь доказывать мне, что я идиот и тому подобное, ребята, мимо проходите просто спокойно, перемещайтесь на другие каналы, нет проблем. Дело на человека обязательно навесят, тем более травля Соколова была в течение года. Кто в этом заинтересован, мы знаем. Если будет время, когда-нибудь сделаю ролик о голубой мафии России, о гомолоббистах. Если вы вдруг не в курсе, то в России очень легко сделать карьеру и вообще замечательно жить, если ты являешься гомосексуалом. Ну, это отдельная тема. А сегодняшним героем ролика станет еще один гомосексуал России Максим Галкин. Ой, извините, я, кажется, оговорился. Конечно же, вы не знали и будете биться в истерике, что это отец счастливого семейства, любитель пожилых женщин и так далее. Ну, вот, а я знаю, как и большинство здравомыслящих людей, что его судьба мало чем отличается от большинства людей нетрадиционной ориентации, которые вынуждены скрываться в России и никак не могут рассказать, так сказать, о своих настоящих предпочтениях. Ну, сейчас речь точно не об этом. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я сделаю отдельный ролик еще раз о Голубой мафии. А речь о том, что неожиданно, замечаете, он тут-там начал высказываться. Ну, во-первых, он очень мало времени проводит в России, вообще живет на Кипре. И, как бы, к России он отношения сейчас имеет очень слабое. Человек в совершенстве, владеющий, как мы знаем, французским языком, у него есть возможность поселиться вообще в любой точке мира. А в России он ездит на работу, он там денежки зарабатывает. Вот такая история. На него трудно давить. Он давно имеет кипрское гражданство. По закону можно иметь и российское, и кипрское. Это замечательно. Все эти звезды купили себе там гражданство, потому что, ну, в Кипре, я как уже говорил, относительно дешево можно просто его купить, вложив миллион евро. И все удивляются, как это у Максимки хватило яиц так высказаться. Вот он был тут на концерте в Новосибирске, кажется, ну и разошелся, разошелся. Всех прямо критикует страсть. И меня попросили это тоже откомментировать. Ну, во-первых, ничего такого особенного Максим Галкин не говорит. Вот это первое. Люди сейчас в России забиты до такой степени, что даже, в общем-то, ну, такая адекватная точка зрения, высказанная Галкиным, уже считается, как, боже мой, фронда. Ну, как же он может? Его не убьют завтра, не отравят каким-нибудь новым новичком. Ничего особенного он там не говорит, просто позволяет называть вещи своими именами в юмористической форме. Ну, скажем, все то же самое, что говорю я, только он, как человек талантливый, делает это с юмором. Если вам интересно, пройдите снизу по ссылке, я специально оставлю, посмотрите, действительно получите удовольствие. А для того, чтобы точнее обрисовать, так сказать, ситуацию, в связи с чем это прорезался голос у Максима, я зачитаю короткую статью интересного журналиста Александра Хоцца. Вот он охарактеризовал это действие очень четко. Но прежде, чем я зачитаю эту статью, я еще только добавлю. Вот именно потому, что Максим Галкин не проживает в России, а приезжает туда только зарабатывать, до Максима Галкина дошло, что зарабатывать сейчас в России можно как раз, изображая из себя оппонента режиму. Вот если бы он там жил, была бы, наверное, другая история. А так как Россия – это источник его дохода, залы будут переполнены только, если ты будешь называть Путина бякой, Соловьевым мудозвоном, Шинина говноалкоголиком и так далее. Сейчас уже это не так страшно, как это было раньше. Такие, как Максим Галкин, конечно, никогда не выйдут ни на какие баррикады. Они зарабатывают языком, как правило, имеют очень хороший внух. То есть они сразу улавливают в воздухе, о чем сегодня нужно говорить. Хочу сказать, что это не говорит о высоких моральных качествах Максима Галкина. Это просто обычная работа на конъюнктуру дня. Ну а теперь статья Александра Хоца. Интересно наблюдать, как наиболее чуткие особи российской элиты начинают постепенно борьбу за репутацию в постпутинской России. Переобуться в воздухе не каждому дано, но сегодня слишком очевидно, куда катится режим, поэтому и фронда входит в моду. Музыканты, рэперы, актеры, юмористы покидают сытую стабильность ради слова правды. Если уж селебрити заговорили про свободу и цезуру, то не только крысы, но и целый зоопарк готов побежать с корабля. Кто-то позабыл про объятия и дружбу с пропагандистом Сурковым, начинает писать песни о пропагандисте Соловьёве. Кто-то, будучи лицом федерального канала, начинает обвинять их в возвращении Совка. Претензий у Галкина к режиму очень много, они весьма серьёзные. Цитата. С точки зрения телевидения советские времена вернулись в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжёвывают и говорят, это враги, мы сидим, боимся, что будет коленом по челюсти. Но смешнее всего он пошутил на тему пенсии. Цитата. У нас проблемы, у нас пенсии не те, заявил убитым горем Галкин, которому подняли пенсионный возраст. Приходится затягивать пояса, кому на животе, кому на шее. И всё это итоги скучающего в кавычках Путина с его 20-летней стабильностью. Он другими масштабами мыслит, он уже Марс мысленно завоёвывает. С одной стороны, смешно, правда. Коми Галкин вспомнил о сатире 20 лет спустя. А с другой стороны, действительно, если публика нищает и не ходит на концерты, то и звёздные сборы падают. По неволе язык развяжется. Но, скорее всего, дело не в деньгах. Галкин достаточно молод, чтобы понимать, что большая часть его творческой жизни пройдёт в пост путинской России, где вещи будут называться своими именами, где цензуру назовут цензурой, пропаганду пропагандой, а звёздную элиту бледюшникам режима. Мы уже видим, как начали выстраиваться очереди из путинских селебритей, которые хотели бы вернуть репутацию порядочных людей и из чувства самосохранения, конечно, а не по зову совести. Вот здесь очень важно. Из чувства самосохранения, а не по зову совести. Сегодня это стало вполне прагматичной позицией. Все ваши яйца не должны лежать в путинской корзине. Вот так. Уверен, в этой очереди мы ещё увидим Соловьёва и Симонян. Не зря же они спасали от репрессий Голунова и Устинова. Возможно, эти люди и возглавят очищение, так сказать, страны от цензуры, лжи и путинизма, как только режим догниёт до развала. А пока Шейнин с Соловьёвым пытаются свалить репризы Галкина на его обиду, дескать, не получил народного артиста, но уверен, в душе они завидуют ему. Им придётся дольше отмазываться. Другое дело Галкин. Галкин, он и есть Галкин. Он птица весенняя. А главное, умная. Что ж, напишите, что вы думаете по поводу того, что сегодня у того и другого развязываются вдруг языки и упали покровы с глаз, и все начинают говорить, как же это ужасно жить в постсоветский период, и, наверное, нужно что-то изменить в стране, или это просто действительно воздух новой российской весны веет, откуда-то непонятно. Ну, а в чём я абсолютно согласен с автором, что сто процентов мы увидим ещё такие феноменальные финты с переобуванием, когда господин Соловьёв возглавит какой-нибудь комитет борьбы с путинизмом и очищение нового российского телевидения. Ну, или Симонян сама себя выпарит, говоря, невиноватая я, не знала, что делаю, вот прямо так и жила, полностью ослеплённая. Спасибо, что рассказали мне, насколько ужасен был режим. Напишите, как вы относитесь к этой новой смелости. В кавычках Максима Галкина. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...